Такая престижная арена, чтобы слушать мои шутки про хуи и говно. Следующие полтора часа. Я рад быть сегодня здесь. Очень рад. Классно заниматься стендапом за пределами своей страны. Да, нет, дело не в вас. Вот до чего докатились, блядь. В Америке всё уже. Какую шутку не расскажи. Ты что этим хотел сказать? Я сегодня не был в качалке, ты обозвал меня жирным. Я пиздец, как оскорблён. Сука, приходится извиняться перед всеми. Вот до какого бреда докатилась моя страна. Знаете же Брайана Крэнстона? Чувак сыграл в кино. Сыграл паралитика. И его смешали с дерьмом. Со словами «А почему это у вас здоровый человек играет паралитика?» Да потому что в этом суть актёрской игры. Долбоёб. Если бы он был паралитиком и сыграл паралитика, это уже не актёрская игра. Он бы просто лежал и пиздел то, что ему написали в сценарии. Скажите, как вы готовились к этой роли? Я сперва прыгнул рыбкой в мелкий край бассейна, когда мне было 23 года. Думаю, я всю жизнь готовился к этой роли. Какие у вас дальнейшие планы? Собираются переснимать топ-ган. Буду летать на самолёте. И второй пилот будет трансгендером. И все будут довольны. Она не умрёт. Прикроет голову от стеклянной кабины своим оторванным хуём. А в самолёте будет туалет для гендерно-нейтральных. Это, блядь, тупость. Это всё равно, что смотреть фильм... А почему убийца у вас не сыграл убийцу? И почему там парень, которого он убил? Я же видел его в другом фильме. Что за хуйня творится вообще? Я не знаю, что происходит. Я не знаю, что за пиздец сейчас творится. Но думаю, что во всём виноваты белые женщины. Это кошмар. Ёбаный кошмар. Они постоянно ноют, стонут и плачут. Я понятия не имел, насколько тяжело быть белой женщиной в Соединённых Штатах Америки. Оказывается, очень тяжело. Они постоянно ноют. Ты хоть представляешь, каково мне приходится? Наверное, немного не так круто, как мне. Что случилось с тобой, дорогая? Разе подали сегодня не слишком холодным. Тележка не катилась в супермаркете. Что случилось? Поверить не могу. Меня и вправду охуеть как бесит, что женщинам хватает наглости предъявлять вне за мои белые привилегии. Понимаете? Начали отделять себя от этих белых мужиков с привилегиями белых мужиков. Слышь, ты сидишь со мной в джакузи. Что за хуйню ты несёшь? Заебали уже ныть. Но. Я должен заметить, чтобы вы с порога не посчитали меня конченным мудаком. Хорошо. Если вы живёте жизнью деревенщины, где-нибудь у Апалачской тропы, и дядя только что выебал вас в грязи, то да. Я готов вас послушать. Я даже фантазирую, как буду проезжать мимо женской демонстрации и орать самые сексистские фразы, какие только есть, чтобы они просто с катушек слетели. Буду проезжать медленно и орать, «Валите обратно на кухню, где вам и место!» И потом через зеркало заднего вида посмотрю, как их корёжит на дороге. Их будет колотить, словно маньяк окожиное лицо в конце техасской резни бензопилой. Нет, это просто... Не знаю, наверное, времена меняются. Не знаю даже. Да, Мишель Обама устраивает стадионный тур. Вот ещё одна новость. Повторю ещё раз. Мишель Обама устраивает стадионный тур. Она не в комедийных клубах выступает, а на больших аренах. Когда первые леди стали вести себя так, будто бы их избрали? Понимаете? Быть первой леди — это не работа. Просто стоишь, машешь и улыбаешься. А? Как все сразу притихли? Чего притихли, блядь? Думаете, это работа? Это нихуя не работа! Если вы считаете это работой, посмотрите на него. Посмотрите на Обаму. Когда его избрали, он выглядел примерно на 41 год. Когда он покинул пост, он выглядел так, будто ему 73. Так? Посмотрите на Мишель. Она сейчас даже моложе, чем в момент его избрания. Что такого она сделала за 8 лет? Кроме того, что лежала в огромной ванне с секретным лосьоном. Лежала такая неподвижна. Каждые пару часов заходил оборотень и выливал еще одно ведро на нее. Вот тебе еще. Поднимает голову. Малыш, скажи Стиву Вандеру, пусть спустится и сыграет пару песен. Да. Я узнал про ее гастроли, потому что у нее тур с новой книгой. Да, она написала книгу. Написала книгу о том, как не работать. Я, блядь, обязательно ее прочту. Глава первая. Как определить президента по вкусу члена? Как пробиться... Как пробиться через гущу хуев местных депутатов и схватить самый большой хуй в зале? Знаете, что не говори про президентов-республиканцев, но их первые леди знают свое место. Точно говорю. Джордж Буш младший был президентом в 8 лет. 8 лет! Я не знаю, как зовут его жену! Как ее там звали? Эбигейл? Мэгги? Да без понятия! Жена Дональда Трампа стоит за ним, как огромный сурикат. Билл Клинтон был президентом, его жену не заткнуть! Хочу заниматься здравоохранением! Он столько раз ходил налево, что сказал, ну ладно, пускай. Говорю вам, я должен увидеть ее выступление. Надо увидеть, что там да как. Кто на разогреве? Кто в этом туре на разогреве? Муж Опры Винфри? Да? Выйдет такой и расскажет, как ему нравится выгуливать ее собак. По 20 минут в день выгуливаю, и Кокер Спанель самый капризный. Надо и его водить на улицу. Я уверен, в зале тоже есть феминистки, которым не нравится эта шутка. Они оскорблены. Чувствуют, что пора запустить новый ебаный хэштег или еще чего-то. И набраться смелости, чтобы сказать. Знаете что? Вы пиздоболки. Так и есть. Все. Все феминистки-пиздоболки. Я вам говорю, когда-нибудь, когда-нибудь у нас будет первая женщина-президент. Так? А значит? Вы, блядь, даже не знаете, какая у нее будет программа, а сразу же радуетесь. О, о, у президента те же гениталии. Блядь, я говорю вам, они глупые. Феминистки глупее, чем они кажутся. Я вам говорю. Когда-то... Будет так. Когда этот концерт выйдет, он будет последним в моей карьере. Когда-то у нас будет первая женщина-президент. А значит, у нас будет первый мужик на посту первой леди. Правильно? Ждите. Просто, сука, дождитесь. Как только этот мужик откроет рот насчет какой-нибудь политической херни, понаблюдайте за феминистками. Заткнись нахуй. Заткнись нахуй. Сейчас ее очередь. Ее. Это ее избирали, а не тебя. Иди нахер таблетки расставляй, сучка. Ты первая леди теперь. С ним будут обращаться, как с Томом Арнольдом, когда он был мужем Розанны Бар. Секретная служба станет приложением. Или не имеет значения. Недостойные защиты. Только что вошел в овальный кабинет. Недостойные защиты. Итак, в общем. Когда я был тут в последний раз, у нас случилось движение Мету. Нет, это должно было случиться, но, кажется, оно утихает уже. Так ведь? Мне кажется, они добрались до всех. А? Просто, судя по историям, мне кажется, добрались до всех. С самого начала эти истории были просто охуеть какие невероятные. Мужики просто доставали свои хуи и говорили, смотри, смотри. Блокировали двери и кончали на расстояние. И ты сидишь, смотришь это дома. Боже, люди делают это дерьмо. Я помню, как одна бедная женщина, работавшая ассистенткой, зашла в трейлер к режиссеру, и он якобы выбежал оттуда, яростно мастурбируясь с креветочным коктейлем в руке. Я клянусь! Я знаю, что это лютый пиздец, но я вам так скажу. Забавно, что она посчитала нужным использовать слово «яростный», описывая его мастурбацию. Он яростно мастурбировал. И я думаю про себя, а как еще можно? Насколько я помню, есть всего один верный способ исполнить это действие. И надо заниматься этим яростно. А есть какой-то иной способ? Можно заниматься этим пассивно? Да? Стинг так делает? Поэтому он может ебаться долгими часами? Машет на него веером, включает свою песню «Fills of Gold». Пускай поднимается. Пускай поднимается. Пусть помаринуется. Так. Да, поначалу истории были громкими. В стиле «Господи, они такие животные, блядь!» А потом они начали съезжать. Съезжать вниз. И примерно через полгода казалось, что у них просто не задались свидания. Они такие «Он опоздал до 10 минут! Курица остыла! Мне кажется, меня изнасиловали. Конец карьере!» А может, теперь послушаем мою версию? «Иди нахер со своей версией! У тебя есть хуй с яйцами! Ничего не хотим слышать!» Да. И теперь вообще странно. Сперва начали с того, что мужчины не служат женщинам. А теперь они все тотально наверстывают. Чтобы они не пизданули, значит, так оно и есть. Даже хэштег запустили. «Верьте женщинам!» «Верьте женщинам!» «Да!» Как-то размыто, нет? «Верить без споров!» «Всем подряд?» «Всем без исключения, блядь!» «А как насчет психопаток?» «Насчет тех, кто царапают тебе машину и жгут твое барахло, потому что ты, сука, не ответил на сообщение!» «Че с ними делать?» «А?» «А может, стоит верить 88% из вас, а?» «Но не тем 12, которые ебанулись на голову!» «Думаю, справедливая пропорция!» «Нет, вы боитесь, что вам не поверят!» «Вот в таком мире мы сейчас живем!» «Все сейчас возведено, блядь, в абсолют!» «В Штатах все ебанулись!» «Взять того же Колина Коперника!» «Когда он протестовал во время исполнения гимна страны, никто вообще не хотел слышать, что он говорит!» «Сколько бы он ни объяснял!» «Я прибал на колено!» «Во время гимна страны!» «Это был протест против жестокости полиции!» «Против того, как относятся к цветным!» «Хотел бы начать диалог!» «Он до половины договорил, и народ!» «У меня брат в Ираке воюет! Гондон ты ебущий!» «И он такой, дружище, дружище!» «Никто не спорит, что твой брат воюет в Ираке!» «Ты не слышишь!» «Речь о жестокости полиции!» «Мой брат пожарный!» «Он наблюдал 11 сентября по телевизору!» «Нет, нет, нет, дружище!» «Никто не спорит, что твой брат пожарный!» «У меня шпора в пятку вживлена!» «Я все равно встаю во время звучания гимна!» «Понимаешь? Ты просто не слушаешь!» «Вот куда докатились!» «Сперва не слушали женщин, а теперь верьте женщинам!» «И люди такие сразу...» «Ты видел эту историю? Ты читал ее?» «Такое нарочно не придумаешь!» «Хочется сразу сказать...» «А ты смотрела «Звездные войны?» «Кто-то это придумал!» «Аж 15 штук придумали, блядь!» «Ты знала?» «Люди могут что-то придумывать!» «Ты сам часть этой проблемы! Уюбывай!» «И еще одно! Нет значит нет! Нет значит нет!» «Да нифига!» «Понимаете?» «Слушайте! Нет значит нет!» «Нет означает нет!» «Но вот это...» «Нет, прекрати, что ты делаешь!» «Боже мой!» «Ты такой хулиган!» «Прекрати!» «Нет!» «Это нихуя не нет!» «Это означает, я хочу, но боюсь, что ты меня осудишь!» «Поэтому я просто сделаю так, будто это ты предложил!» «Чтобы ты не подумал, что я это вытворяла с сорока другими мужиками!» «Но потом...» «Идешь в суд, и там все читают не так!» «Кто-то зачитывает!» «Ваша честь!» «Она сказала нет!» «Прекрати!» «Что ты делаешь?» «Ты такой хулиган!» «Да!» «И ты сидишь такой...» «Блядь, она не так говорила!» «Она не так говорила!» «Да!» «Все теперь напуганы до усрачки!» «Да!» «Наверное, если бы женщины правили миром, не было бы войн!» «Само собой, честного суда тоже!» «Будешь просто сидеть такой...» «А?» 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 «Откуда эта хуйня взялась вообще?» «На ровном месте!» «Вот уже пару лет!» «Я мужчина-феминист!» «Я всегда поддерживал женщин!» «Не гони!» «Не было такого!» «Просто вылезла эта хуйня, и ты обосрался от страха!» «Ты что-то натворил!» «Щупал щита-сиськи!» «Что ты такого натворил, что тебе приходится вот так, сука, всё наверстывать?» «Какой мужик!» «У кого ещё остались яйца!» «Ходит и называет себя феминистом!» «Я мужчина-феминист!» «Я полностью разделяю ваши взгляды на мир!» «Невозможно!» «Что вы мужчина!» «Воспитанный правильно?» «Стал феминистом!» «Это невозможно!» «Ты мужчина!» «Слушай, ты можешь согласиться с ними, сочувствовать можно, это нормально!» «Но ты не можешь быть большим феминистом, чем я буду стоять и говорить, я чёрная пантера!» «Долой власть!» «И потом я выхожу, будучи голубоглазым белым, и мне, блять, потом жить с этим!» «Я не знаю, женщины, я на такое не ведусь!» «Вы, может, и да, но я нет!» «Как только я слышу от парня, что он феминист, я всегда думаю, это самый жалкий и никчёмный способ на свете заточить её в койку!» «В самом деле, в такие ебучие игры играют, когда ты на первом свидании в 16-летнем возрасте, ты нервничаешь и твой план игры!» «Во всём соглашаться с ней, может, тогда она потрогает!» «Какие у тебя любимые группы?» «Мне нравятся те, которые нравятся тебе!» «А теперь ты потрогаешь, я всё правильно делаю!» «Странное время нынче, я так рад, что женился, больше не приходится ебаться со всей этой хуйнёй!» «Спрошу у молодых парней, каково вам сейчас? Знаете, где тут кроется главный пиздец?» «А как насчёт женщин, которые любят пожёстче?» «А?» «Что, здесь такого нет, старушки Англии?» «Вообще нет, все сидят тихо, как мышки, охуеть, какую больную тему затронул!» «Да?» «Спросить про согласие!» «Что, блядь?» «Что?» «Спросить про согласие!» «Спросить про согласие?» «От этого весь настрой?» «Боже, как странно всё вывернулось!» «Чувак, что бы я ни говорил, и что бы ты ни услышал, я не это, блядь, имел в виду!» «Я послушал про движение Мету, и теперь впервые в жизни думаю, что буду спрашивать про согласие!» «Теперь я серьёзно спрошу, я почувствовал!» «Поэтому нельзя судить комиков, понимаете?» «Понимаете, что пизданул я, и что услышал вот этот долбоёб?» «Стоит только...» «Да!» «Стоит мне только что-то сказать, мои слова сразу перекрутят!» «Залетает к вам в ухо и пересекается с мыслями о вашем ёбаном детстве!» «О, вот он о чём!» «Сэр, если вы не против, позвольте мне продолжить мою мысль!» «Женщинам, которые любят пожёстче, тоже кажется, что это пиздец!» «Я вспоминаю, как много лет назад был молодым!» «Много волос назад!» «Всё равно я выглядел не очень, но я был холост, любил цеплять девочек!» «Помню всё это!» «Встречаешь женщину, и когда всё начинает идти гладко, и ты знал, что у вас всё пучком, ты пытаешься всё продумать!» «Пытаешься узнать, что ей нравится в постели, потому что хочется удовлетворить!» «Если не удовлетворить, кошмара хуже не представить!» «Она расскажет всё подружкам, и тебе придётся переезжать!» «А теперь есть социальные сети, тебе прилипнет прозвище!» «Кошмар просто!» «И ты пытаешься провести небольшую разведку!» «Приходишь туда, тустишь там и спрашиваешь» «Чё? Чем увлекаешься? Чем любишь заниматься? Чё вообще?» «Однажды я спросил у женщины, она поставила бокал, посмотрела в глаза» «Люблю, когда меня ебут!» «И я понял, что она не шутила!» «Ага, значит, ты из таких!» «Погнали!» «Ты начинаешь...» «С ней надо устроить пожёстче!» «Так...» «И мы охуенно провели время!» «И я не знаю, как бы сейчас, сегодня я бы просто...» «Я знаю, чего тебе хочется, но будешь всё делать сама!» «Поняла?» «Я буду просто стоять, а ты просто ебись об меня пожёстче, как хочешь!» «Сама решай, как жёстко ты будешь об меня ебаться!» «Потом я положу руку тебе на плечо!» «Можешь положить на неё свой хвост!» «Я медленно сомкну пальцы вокруг!» «И если тебе захочется помахать головой вот так...» «На здоровье!» «Моя другая рука будет на уровне твоей правой ягодицы!» «И если хочешь сделать так...» «Пожалуйста!» «Но я ничего делать не буду!» «Я просто буду стоять, как огромная палка!» «Да!» «Знаете, что самое смешное в домогательствах?» «Знаете, что тут самое смешное?» «То, как женщины считают, что такое творится только с ними!» «Знаете, в чём прикол?» «Я сам, согласно букве закона, нахуй за последние два с половиной года подвергся сексуальным домогательствам в этом деле!» «Со стороны женщины!» «Да!» «И это моя история!» «Видимо, я смогу жить со своей правдой!» «Набраться смелости и поделиться ею с вами!» «История правдивая на все сто процентов!» «У меня было выступление, закрытый концерт!» «Закрытые концерты хуже всего!» «На открытые выступления прийти могут все!» «Выбор тем намного шире!» «А на закрытой вечеринке все росли на одной ёбаной улице!» «Поэтому все шутки должны идти строго в этом русле, иначе будет тишина!» «Поэтому надо послушать первого комика и услышать, что работает, а что нет!» «Ты слушаешь, там ему приходится непросто!» «О, они любят хлеб!» «Надо шутить про хлеб!» «Не шути над военными! Про военных вообще забудь!» «Так и было у нас!» «Выходит ведущий, объявляет первого участника!» «Она выходит на сцену!» «Она не комик!» «Просто какая-то знаменитость!» «Толкает свой делега о чем-то!» «Я стою, просматриваю шутки, пытаюсь понять, что мне делать!» «Она заканчивает, он выходит на сцену, она уходит!» «Я думаю, ладно, я следующий!» «Просматриваю материал, она проходит мимо меня и просто нахуй...» «Бум!» «Ущипнула меня за головку члена!» «И пошла дальше!» «Как ни в чем не бывало! Просто бум!» «И спокойно...» «Я, блять, поверить не мог!» «Знаю, о чем вы подумали!» «Это была твоя подруга, она с тобой флиртовала, это был прикол!» «Ничего из этого!» «Знаете, что это было?» «Клянусь, это был прямой наезд!» «Попытка меня задеть!» «Ну вот, мудила рыжий!» «Пум!» «Съел!» «И спокойно ушла дальше!» «Я смотрел на нее, как она отдаляется!» «И сперва мне захотелось съесть детей по затылку!» «Со всей силой, что возможно!» «Чтобы она аж из туфель вылетела!» «Но другая часть моего мозга...» «Нет, чувак, нельзя!» «Она же женщина!» «В голове конфликт!» «Пни ее по жопе!» «Пни ее по жопе!» «Нельзя ее бить!» «Она же женщина!» «Ну тогда скажи кому-нибудь!» «Скажи кому-нибудь!» «И я думаю...» «Я же парень!» «Нельзя никому говорить!» «Всем насрать на то, что происходит с парнями!» «Я пойду к другому мужику и скажу...» «Извините, сэр!» «Она ущептала меня за писюд!» «И мне это не понравилось!» «Нет, что вы, сэр!» «Мне вообще не понравилось!» «И все парни скажут...» «Чувак, сотворено!» «Со мной такое ябье и яйца достал!» «На их пощупай!» «Спортбар, блядь!» «Суперкубок!» «Налетай, да?» «Вот что я услышал бы!» «И я стою, вот-вот выйду на сцену!» «Меня уже объявляют!» «Я пытаюсь придумать шутки про хлеб!» «А головка моего члена до сих пор болит!» «Вот в каком мире я живу!» «И вот-вот он меня объявит!» «И вдруг она выходит!» «Потому что шла обратно к своей ебаной машине!» «И в этот момент мой мозг начал выстреливать идеями!» «Начал придумывать то, о чем я никогда прежде не думал!» «Чувак, вот она!» «Вот же!» «Ущипни ее между ног!» «Давай, у нас равноправие!» «Она тебе ущипнула теперь ответочку!» «И все встало на свои места!» «Да в пизду!» «Ущипаешь мне за хуй!» «Я теперь за критер щипану!» «Прям по пизде ей вдарю!» «Прям туда, апперкотом в лобок!» «Ну его нахуй!» «Думаешь, ты легко можешь мне за хуй щипать и потом спокойно идти дальше?» «Да!» «И все было логично, пока она не подошла!» «И я начал вспоминать все спортивные события, которые смотрел!» «И понял, что арбитр видит лишь ответный удар!» «Он никогда не видит первого удара!» «И потом ты получаешь желтую карточку, или что за хуйня тут у вас принята?» «Так?» «И идешь на штрафную скамью!» «И я ее отпустил!» «А потом пошел на сцену!» «Выступил!» «Но шутка вот в чем!» «И через три дня я еду по Лос-Анджелесу, и я просто с катушек слетел!» «Я орал на лобовое стекло!» «Выговаривая все, что хотел сказать, но не сказал тогда!» «Понимаете?» «И не потому что!» «Дело не в том, что она меня тронула!» «Понимаете?» «Мне похуй!» «На это!» «Знаете, в детстве я разносил газеты и был послушником в церкви!» «Да!» «Нужно немножко посильнее постараться!» «А не просто щипнуть меня сквозь джинсы и трусы!» «Типа, ну начнем уже или как?» «Что за дела вообще?» «Ей показалось, что она может меня унизить!» «Спустя три дня у меня раскалывалась голова, и я начал понимать!» «Минутку!» «Она тут побеждает!» «Так!» «Я же до сих пор думаю об этом!» «Она после меня уже наверняка 30 или 40 хуёв ущипнула!» «Я уже похуй на меня!» «И знаете, что я сделал?» «Приехал домой!» «Дома никого!» «Я поднялся наверх!» «Закрыл дверь!» «Сел и начал медитировать!» «И просто простил её!» «Простил!» «Я представил её!» «Пятилетней девочкой!» «Которая плачет из-за её отца-алкоголика!» «Понимаете?» «Который её не обнимал!» «И она стоит и ревёт!» «Ну, папочка, я же тебя люблю!» «Отсранят меня!» «Я вообще не хотел детей!» «А потом прошёл через стеклянную дверь и плюхнулся рожей в стоячий бассейн!» «На нём был поезд с инструментами!» «И он его тянул на дно!» «Она выбежала!» «Схватила его за ногу!» «Тянула!» «Тянула!» «Его ботинок слетел с ноги!» «Она села и увидела, как он медленно идёт на дно!» «Не знаю, что случилось потом, но я сразу почувствовал, как камень с души упал!» «Вот так, суровые английские мужики!» «Не бойтесь медитировать!» «Я серьёзно вам говорю!» «Можно много чего забыть!» «Ну, не знаю!» «Вы знаете, я, кстати, не против тишины!» «Не надо думать, будто вам придётся как-то напрячься!» «Просто расслабьтесь!» «Если вам смешно, смейтесь, блядь!» «Если нет, просто сидите тихо, и я пойму, что пора сменить тему!» «В общем, я теперь женатый, с ребёнком!» «Счастливый семенин, это правда!» «Я...» «Да, я люблю свою жену!» «Мне всё нравится в нашем браке!» «Но я вам кое-что скажу!» «Мы очень часто спорим!» «Постоянно спорим!» «Если я что и понял за пять лет нашего брака, это то, что мы постоянно работаем надо мной!» «Видимо, моя жена — это законченный шедевр под музейным стеклом, которым нужно восхищаться и изучать!» «Хм, как ей это удалось!» «Ну и я!» «Знаете же такие здания, которые обставлены строительными лесами?» «Уже шестой год, и вы спрашиваете, они вообще закончат это строить? Это из-за страховки?» «Господи, какое говно!» «Надо это снести и отстроить заново!» «Ага!» «У меня дурной характер!» «В этом вся фишка!» «Это многое портит!» «У меня всё получается!» «Но поскольку я ёбаный псих, что всё идёт прахом!» «И потом моя жена говорит одно и то же!» «Она всегда говорит…» «Я не понимаю, в кого ты такой?» «Откуда это в тебе?» «Ты заводишься с нуля до ста за пару секунд!» «Во-первых, я еду в холостую на 75 милях в час!» «Понятно?» «Так что не надо мне тут с нуля до ста!» «Я вошёл в ресторан на 75 милях!» «Я слышал, как этот парень громко говорил по телефону «С самой парковки нахуй!» «Да, блядь, я всё перепробовал!» «Когда она мне говорит, клянусь постоянно!» «Я не понимаю, откуда это в тебе?» «Мне на душе становится больно от этих слов!» «Потому что мне кажется, что она не слушает меня!» «Дорогая, сколько историй из детства мне нужно тебе рассказать, чтобы ты наконец-то вкурила!» «За какого психопата ты вышла замуж?» «Она никогда психологию не учила?» «Я же не такой сложный!» «Я вам сейчас расскажу короткую историю из детства!» «Выберу ту, что посмешнее!» «Когда мне было шесть, моему брату было восемь!» «Мы сидели в машине сзади, мы смеялись и веселились, потому что канун Рождества!» «А у моего отца была такая фишка!» «Он не любил веселье!» «Понимаете?» «Он сидит за рулем и кричит!» «Господи, да прекратите вы там уже!» «Сидите и хихикаете, как школьницы!» «Если не успокоитесь, я вам подарю куклы на Рождество!» «И он подарил!» «Я вам клянусь!» «Он заставил нас их держать!» «Мама фотографировала нас перед рождественской елкой!» «Я стою такой...» «Потом я побежал наверх к себе в комнату!» «Мой отец понял, что налажал!» «Он поднялся и попытался сгладить углы!» «Ну ладно, спускайся уже!» «Давай, всё! Спускайся! У нас же праздник!» «Не нужны мне никакие подарки! Я вас ненавижу!» «Он в итоге уговорил меня спуститься!» «Он просто стал мягче!» «Если ты, сука, не спустишься, сейчас же никто не откроет свои подарки!» «Быстро дёргай сюда!» «Быстро!» «Я сказал!» «Я спустился весь контуженный!» «Билли, вот тебе ещё подарок!» «Сраный кукольный домик!» «Когда это уже закончится!» «Да! Такое было Рождество!» «И эти люди меня любили!» «Я не понимаю! Откуда это в тебе?» «Я не понимаю этого!» «Что ж... «Но всё равно надо работать над собой! Надо мне исправляться!» «Я теперь отец, и я не хочу!» «Не хочу, чтобы это передалось ей!» «Просто в моей родословной есть какой-то демон!» «Это ёбаная ярость!» «Она преследует нас, и теперь настигла меня!» «Я такой яростный, что моя маленькая дочка, ей ещё и двух лет нет, и она ещё не знает меня!» «Настоящего меня!» «Видит только проблески меня!» «Эй, как дела?» «Она застала проблески моей ярости, но я умею сглаживать углы!» «Ого! Папочка чуть не разломал телефон пополам!» «Но я читаю в её лице, я вижу, как она смотрит на меня, она начинает догадываться!» «Этот чувак немного ебанутый! Вот прям немного ебанутый!» «И вы не представляете, как жёстко подобное видеть от младенца!» «От моей крошки дочери!» «Я решил, что пора с этим заканчивать!» «Эта ярость меня же и загубит!» «Нельзя, чтобы у меня был злой ребёнок, пинающий игрушки!» «Что за хуйня такая?» «И вести себя как псих!» «Я хочу быть священником из фильма «Экзорцист», «Где в него вселился дьявол, и он просто сиганул из окна!» «И умер!» «Я уже всё перепробовал!» «Серьёзно!» «Я пробовал...» «Не знаю, пробовал...» «Медитацию!» «Носил свитеры!» «Я их носил какое-то время!» «Если я буду...» «Одеваться как простой парень, я им и стану!» «Я рисовал улыбку на листочках и клеил на лобовое стекло!» «Думая, что это поможет мне обуздать дорожную ярость!» «Едешь такой по улице!» «Ах ты, гандон!» «Наверное, я тоже так поступал!» «Спасибо тебе, улыбочка!» «Помню, как однажды вечером решил принять ванну!» «Я собрался позвонить жене, я был в пути и думаю...» «Я не хочу с ней ссориться, мне надо расслабиться!» «Что я, блядь, могу сделать?» «Я задумался...» «Женщины принимают ванну!» «Так, это удел женщин!» «У них тяжёлая неделя, хотят выпустить пар!» «Просто лежат в ванне!» «И у них всё нормально!» «А потом они пьют вино!» «Звонят подругам!» «Я так рада, что ты есть в моей жизни!» «И я чувствую, что у меня снова есть силы жить!» «Я остался абсолютно один, начал набирать ванну...» «Вода поднялась уже до самых краёв!» «И в конце концов...» «Я не смог решиться!» «Мужчине невозможно...» «Принять ванну так, чтобы не думать при этом о суициде!» «Понимаете?» «Ты думаешь о нём, ложась в эту похожую на гроб хрень!» «Я что, вены собрался резать?» «Я даю показания на мафию!» «Какого хера я здесь делаю?» «Я мужик!» «Мы моемся не в ванне, а в душе!» «Смываемся эмоции, как из шланга!» «И продолжаем путь вплоть до сердечного приступа!» «И даже когда он наступает, всё хорошо?» «Да, я в порядке!» «Никаких ванн!» «Сидеть там, играть с резиновой уточкой, засовывать палец ноги в кран?» «Да?» «Ни за что!» «Ни за что я не буду таким счастливым!» «Не знаю, что делать!» «Наверное, начну опять ходить к психологу!» «Повторю всю эту хрень!» «Перескажу на скорость все истории, которые рассказывал тысячу раз!» «Но так надо!» «И я пойду на этот шаг ради дочки, ради жены!» «И что довольно эгоистично, ради себя!» «Потому что...» «Да, я объясню вам почему!» «Вам это не понравится, мисс!» «Вот почему я это сделаю!» «Если я смогу избавиться от своего нрава, то на что ещё сможет жаловаться моя жена?» «За что ещё ей останется меня пилить вообще, а?» «Я прекрасно со всем справляюсь!» «Серьёзно, я выношу мусор!» «Недавно у нас ворота заскрипели!» «Так я, блядь, и эту проблему решил!» «Я убираюсь за собой!» «Я считаю, что из меня хороший отец!» «Работаю день и ночь и прекрасно зарабатываю!» «Всё под контролем!» «Единственная её линия атаки — это то, какой я человек!» «Вот и всё!» «Если бы я смог стать не тем, с кем она в своё время познакомилась, у меня был бы шанс, понимаете?» «Кто ж, мы обнаружили, что больше всего ссоримся из-за телевидения!» «Я смотрю спорт, а она — реалити-шоу настоящей домохозяйки!» «И у нас совсем это не складывается!» «У вас тут идут настоящие домохозяйки?» «Идут?» «Да, класс!» «Это же, мне кажется, самая депрессивная херня на свете!» «Все женщины там выглядят максимально измотанными!» «Понимаете, о чём я?» «Все в боевой раскраске и с круглыми сиськами!» «Пытаются заправить себя в одежду!» «Не такие быстрые, как раньше, напоминают тебе о неминуемости смерти!» «Хочется сказать им, дамы, сядьте выжимать вашу!» «Наденьте что-нибудь мягкое, я надену спортивный пиджак, и к полдевятому мы уже будем спать, мы, блядь, старые!» «А?» «Так вот, в общем, мы обнаружили, что постоянно спорим за телевизором, и я подумал, может, документалки?» «Будем смотреть записи того, что нам обоим нравится!» «Мы ведь оба любим документалки!» «Они интересны, так ведь?» «Смотришь их, узнаешь что-то новое, повторяешь при людях, и вот они думают, что ты читаешь!» «В общем, я записал первый документальный фильм, он был про Элвиса Пресли» «Я обожаю Элвиса!» «Он мой кумир!» «Он был первой рок-звездой телевизионной мощи!» «Они встретились, и он поднялся до таких высот славы, до которых никто ранее не поднимался!» «Поэтому он наделал всевозможные ошибки!» «Никто ведь не мог его предупредить!» «Так!» «Он нанял менеджера, который его потом обокрал!» «Бум!» «Он перестал заниматься музыкой и ушел в плохое кино!» «Он же хреновый актер!» «Так!» «Это тоже сделал!» «Женился на несовершеннолетней, увяз в наркотиках!» «Потолстел, собрал вокруг себя свиту!» «Потолстел еще сильнее!» «Начал носить комбинезоны и показывать каратэ!» «Рвя на себе, блядь, штаны!» «Никто и слова не говорил!» «Классно выглядите!» «Вам нравится?» «Когда видны мои свисающие королевские яйца!» «Все классно, король!» «Продолжай в том же духе!» «Перешел на таблетки, подсел на них и умер в одиночестве на унитазе!» «Понимаете?» «Этот человек ударом ноги открыл все эти двери для всех нас!» «Окей?» «Итак, я сел посмотреть эту документалку глазами белого мужчины!» «Ведь я он и есть!» «Я смотрю своей белой головой!» «На экране происходит белая фигня!» «Она достигает моих белых глаз!» «И с каждой секундой становится все белее!» «Так!» «Но моя жена с другой стороны!» «Она черная!» «Я ненавижу так говорить!» «Сразу кажется, будто я начну травить тупые сравнительные шутки!» «Вы все знаете эти идиотские шутки про белых и черных!» «В них белый парень всегда говорит!» «Господи Иисусе, надо налоги проверить!» «Выдержит ли меня этот стол?» «А черный парень говорит!» «Да расслабься ты, чувак! Успокойся! Пускай оно все само решится!» «Одни и те же кретинские шутки!» «Я их ненавижу, потому что они не требуют таланта!» «И еще, если судить по моему опыту, это все неправда!» «Мы вместе уже 15 лет, и я не вижу никакой разницы!» «Понимаете?» «Потому что, в общем и целом, она женщина!» «Понятно?» «Ссоры всегда одинаковые!» «И плевать, откуда ваша женщина родом!» «Не буду врать!» «Количество движений головой и жестов руками варьируется между расами!» «Возможно, удары указательным пальцем по лбу!» «Что бы эта херня не значила!» «Но ссоры всегда одинаковые!» «Что между нами происходит? Не хочешь ли ты над этим поработать? Почему мы так общаемся?» «Короче, она начала смотреть фильм «Будучи черной!» «И она видела весь расизм, который и я, естественно, видел!» «Но она улавливала еще и такие тонкости, для которых я слишком белый!» «Но я понимал, что я что-то пропускаю, потому что я слышал ее пыхтение!» «Она сидит рядом, такая...» «А я сидел и думал про себя!» «Так, что-то кто-то сделал!» «Не знаю, что именно произошло, но кажется, что-то нехорошее!» «И когда я уже был уверен, что хуже некуда, что степень неловкости между нами уже не повысится, на экране появляется белый чувак, якобы первый заметивший талант Элвиса!» «И ему примерно сто, сука, девяносто лет!» «У него берут интервью, и он говорит...» «А, ну, в общем, мы искали белого парня, который бы взял грязный, гнусный блюз и скрестил его с чистым ангельским звучанием жанра блюкрас!» «Да, он именно так и сказал. Он едва заметно принижал музыку черных, при этом возвышая музыку белых, понимаете?» «Этот грязный, гнусный, полный безотцовщины и наркотиков блюз с плохих районов с кристально-белым, как кожей Иисуса, златовласо-ангельским звучанием музыки блюкрас!» «К этому моменту у моей жены уже пар пошел из ушей, поэтому я принял самовольное решение и просто вырубил этот фильм!» «Так, она посмотрела на меня, почему ты это выключил?» «Почему выключил фильм?» «Да потому что еще три минуты, и ты начала бы кричать на меня, будто это я был их продюсером!» «Ну так же, забудем этот фильм, посмотрим что-то другое!» «А почему бы просто не досмотреть до конца, чтобы потом все обсудить?» «Я такой, я не хочу через это проходить!» «Я просто хотел посмотреть документалку! Мне не нужна эта лекция!» «Из-за этих сволочей! Я ничего не делал! Я просто сидел и смотрел телек!» «Более того, мы обязательно в конце поссоримся!» «Она такая, почему это мы должны поссориться?» «Знаешь почему? Потому что, если честно, то там и черные говорили всякие вещи, с которыми я не согласен!» «Только я не сижу и не пыхчу!» «Я уже начал спуск по трассе для санного спорта!» «Мне уже никак не покинуть сани!» «Спор по-любому уже состоится!» «Я подумал, твою ж мать! Ладно, спор так спор! Поехали!» «Тот черный парень упомянул тряску ногой!» «Сказал, что Элвис украл ее у них!» «Серьезно, что ли? Тряску ногой?» «Никто другой!» «Не догадался, блядь, делать вот так!» «Эти движения придумали черные так, что ли?» «Пусть будет так!» «Предположим, что это вы придумали. Где тогда тот парень научился это делать?» «Он ведь увидел, как делает черный постарше, да?» «Но у него тот же цвет кожи, поэтому он не украл, а продолжил традицию!» «А когда Элвис...» «О, что за херня!» «Стал вдруг пиздец каким вором!» «Я вообще не вижу в этом логики!» «И она такая...» «Нет, кретин, дело не в тряске ногой!» «Окей?» «Он присвоил культуру!» «Взял всю музыку себе, сам заработал деньги и славу, и теперь его называют королем жанра!» «А на нас плевать, он даже не заикнулся про нас!» «Я такой...» «Ну ладно!» «Не поспоришь!» «У тебя было семь или восемь неоспоримых аргументов!» «Он присвоил культуру себе!» «Я понял, хорошо, ты права!» «Она сказала спасибо!» «И я такой...» «Однако!» «Будем честны, я ведь не злюсь на вас, когда вы берете скейтборд и начинаете кататься по улицам туда-сюда!» «Разве я оскорбляюсь?» «Эй, чувак, это белые придумали! Хватит присваивать мою культуру!» «Это впервые сделал какой-то белый босяк из Санта-Моники!» «Она засмеялась!» «Мне нужно было остановиться!» «Но я ведь комик!» «Понимаете?» «О, я слышу смех! Значит, можно получить еще больше смеха!» «Не останавливайся, Билл!» «Приведи ей пример получше!» «Я сказал ей, развязлюсь на вас, когда вы летаете из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк меньше, чем за шесть часов!» «И она...» «Ага!» «Она уставилась на меня и произнесла, «Ты охуел?» «Я такой, да, да, я знаю!» «В голове у меня это звучало классно, но когда я это произнес...» «Я просто пытался пошутить, но она не отпускала, спрашивала, «Почему это неправильно?» «Почему это неправильно?» «Пришлось как школьнику отчитываться!» «Я сказал, потому что...» «Если бы на протяжении истории у черных было столько же свобод и привилегий, они бы нашли время и деньги и сами изобрели летательные аппараты!» «Да...» «Невозможно иметь столько же свобод и привилегий, как у меня, и быть в тупиковом положении!» «Все и правда наладится!» «Чтобы создавать такую болезненную и прекрасную музыку, так не выйдет!» «Вы бы тут же начали хлопать не в ритм песни, играть на стиральной доске, Джеймс Браун танцевал бы в линию, вы бы растеряли все это!» «Поэтому приходится выбирать!» «Либо изобрести летательный аппарат, либо иметь дерьмовую музыку!» «Ой, я только что заметил, что эта штука слетела!» «Так нельзя! В кадре все должно выглядеть стабильно!» «А, господи!» «Эта штука никогда не слетает, но стоит начать записывать ебаный спешл, все тут же ломается!» «Королевский Альберт Холл, где вы купили эту стойку, а?» «Из какой жопы вы ее достали?» «Ответственный за стойку сейчас рвет и мечет, наверное» «Это вполне отличная стойка, мать твою! Сраные Янки» «Гребаные Янки, все у него в руках ломается» «Как он смеет, сюда приходит королева, садится на балкон и смотрит выступление» «Знаете, что я слышал о вас всех?» «Вообще-то я нахожусь здесь чуть больше недели, и я как американец должен кое-что сказать» «Вы тут тоже довольно жирные» «Да» «Особенно мужчины! Уж не знаю, что с вашими мужчинами не так, но насколько толстыми они бы не становились, они пытаются натянуть на себя узкие джинсы» «Они ходят в них, продавливая весь свой жир кверху, как зубную пасту» «На мне все еще джинсы, в которые я ходил в начальной школе» «Короче, знаете, чего я реально боюсь?» «Я боюсь роботов» «Да» «Я видел, как у робота брали интервью на шоу «60 минут» «На главной журналистской телепередаче в Соединенных Штатах Америки» «Он просто сидел и отвечал на вопросы, не нервничая, просто выдавал ответы за ответом, понимаете?» «Никакого дыма, никакого масла из него не текло, ничего из того, что делают роботы во время стресса» «И репортер задавал ему вопросы, и в конце он спросил, «Расскажите, каковы ваши цели?» «И я был один, в гостиничном номере, и я прям приблизился к телевизору» «У этих ебаных штуковин еще и цели есть» «И робот ответил на этот вопрос, он сказал, «Его спросили, каковы ваши цели?» «Стать умнее людей» «Да» «Репортер пропустил это мимо ушей» «Хорошо, а какой у вас любимый цвет?» «Я подскочил на кровати и стал кричать на телек» «Чувак, отключи его нахуй» «Достань из него батарейки» «Вытащи провода, вытащи провода, сделай хоть что-нибудь» «Ты не смотрел научную фантастику? Ты че? Ты не знаешь, к чему это все может привести?» «В общем, все умные и все супер умные люди на планете заявляют, что эти штуковины убьют нас» «Даже этот ваш, недавно умерший, как его звали?» «Сидел постоянно» «Хокинг! Хокинг! Хокинг! Стивен Хокинг! Да» «Ему было слишком в лом вставать и рассказывать что-то» «Нет, он сидел весь такой вкратчивый» «О, я так о нем беспокоился, что облил себя льдом» «И в то же время похвастался своим прессом на весь инстаграм» «Да я просто прикалываюсь, хотя я так рад, что он наконец сдох» «Да» «Посмотрите на себя, как долго ему нужно было еще мучиться» «Вы не верите в жизнь после смерти?» «Возможно, он сейчас наверху, у него работают ноги, ангел делает ему минет» «Как долго он еще должен был просто здесь сидеть?» «Чтобы вы чувствовали себя лучше по сравнению с ним» «Ну, по крайней мере, я не говорю умные вещи, весь такой скрюченный» «Так» «Терпеть не мог этого мужика» «Он был такой негативный, никогда не говорил ничего позитивного» «Эй, Стив, что сегодня нам поведаешь?» «К 2035 году не останется ни одного яблока» «Спасибо, Стив» «Спасибо огромное» «Я как-то раньше не думал об этом, а теперь подумаю» «Эй, и каково же решение?» «Слишком поздно, нам нужно было попробовать 40 лет назад» «Спасибо большое, приятель, пойду поплачу со своим ребенком» «Слушай, я бы смог побыть с ним максимум 3 минуты» «После чего снял бы его кресло с тормозов и пнул бы его в другую комнату» «Эй, Стив, вернись, когда тебе будешь что сказать» «Глупого и позитивного» «Да» «Я соглашался со всеми этими суперумными людьми, которые считали, что все эти сраные роботы убьют нас» «Так» «Я соглашался с ними до того, как пару лет назад в Нью-Йорке окинул беглым взглядом одну газетенку» «И тогда появилась новая теория» «Но чтобы поделиться своей теорией, мне придется вернуться в прошлое и рассказать вам о глупости» «Глубокой, темной и грязной истории надувной куклы» «Хорошо» «Я знаю, что здесь много молодых людей, миллениалов» «Вы, наверное, и не знаете, о чем я говорю» «У вас есть, блядь, я не знаю, что у вас есть, очки виртуальной реальности» «В которых бесплатная порно летит прямо на вас, вы хватаете руками сиськи» «Ну, ну, ну что, что вы в них делаете?» «Так же» «Раньше дела обстояли так» «Если тебе, конкретному человеку, хотелось секса с кем-нибудь, но никому другому секса с тобой не хотелось» «И ты, ты не был достаточно сильным для того, чтобы удержать другого человека» «Тебе оставалось» «Так и было» «Оставалось только пойти и купить надувную куклу» «И нужно было именно пойти за ней, чтобы купить» «Пойти, блядь, чтобы купить» «Понимаете?» «Нельзя ее было заказать с Амазона, чтобы ее принес доставщик, и он не знал, что находится в коробке» «А вы стояли бы перед ним, как Том Хэнкс» «Эй, как поживаешь?» «Так рад вас видеть» «Я буду трахать это, а ты и понятия не имеешь, что это» «Нет» «Приходилось идти и специально покупать эту хуйню» «Нужно было найти секс-шоп, причем такой, который бы находился достаточно далеко от дома, чтобы никто там не узнал твою машину» «Ехать туда где-то в 11 утра» «Кто, блядь, там будет в такое время?» «Парковать машину сзади посреди вторника, а затем просто сидеть там и набираться смелости» «Так, я никому не причиняю вреда, это просто потребность, зайди туда и все» «Отдай деньги продавцу, зайди туда и сделай это» «Натягиваешь кепку, заходишь в секс-шоп, набравшись смелости» «Зайдя туда, ты видел там кучу других озабоченных, поэтому начинал опять трусить» «Делал следующее, набирал кучу видеокассет и подходил к кассе» «Приходилось сделать вид, что ты не планировал ничего покупать» «Подходил к кассе, а все самое извращенное находилось именно за кассой» «Головы, блядь, ступни, жопы, просто части тела» «Буфет для серийных убийц» «В какой, блядь, мир?» «Я попал» «Господи, кто-то что, трахает шею?» «Клал все на кассу» «Вел себя очень искусно» «Так, приятель, это все?» «А знаете, нет» «Может быть, вон ту штучку в самом конце с удивленным выражением лица» «Может, попробовать ее тоже, даже не знаю» «Мужик упаковывал ее, наконец-то отдавал тибет и платил за нее, бегом добирался до машины» «Испытывал такую странную эмоцию, возбуждение на фоне ненависти к себе» «Боже, я наконец-то сделал это! Что со мной не так?» «И уезжал» «Добирался до своей жалкой мелкой квартирки, надувал ее очень тихо» «Чтобы соседи не услышали, вот так» «Потом из-за эмоций начинал делать быстрее» «Смотрел, как эта штука медленно оживает на глазах» «Так, затем обвивал себя ее резиновыми ногами» «И не дай бог тебя кто-то застал за этим» «Внезапно заходил сосед по квартире, он трахает надувную куклу» «Все, твоей жизни был конец» «У тебя оставалось шесть минут, чтобы дозвониться до матери» «Мам, я тебя люблю, но больше ты меня никогда не увидишь» «Не верь тому, что обо мне говорят люди, прости меня, я уезжаю на Аляску, боже мой, боже мой» «Уезжал на Аляску, и никто тебя больше не видел» «Именно поэтому на Аляске до сих пор на двух женщин приходится где-то восемь мужчин» «Да, штат заполнен мужиками, которых застали за траханием того, чего им трахать не стоило бы» «Итак, вернемся» «2016 год, я в Нью-Йорке» «Итак, просматриваю какую-то газету и вижу в ней статью» «Статья о роботе, который стоит 10 тысяч долларов и с которым можно заниматься сексом» «Теперь заметьте, пять минут назад я упомянул надувную куклу» «Еще до какой-нибудь шутки просто сказал надувная кукла» «И вы такие ха-ха-ха, надувная кукла, кто придумал такую нелепицу, это же так странно» «Через пять минут я рассказал про робота, с которым можно заниматься сексом» «Мертвая тишина в зале» «Вы как будто все как один подумали, ну» «А как они выглядят?» «Не стану вам врать» «Они выглядят все равно как трупы, но уже намного лучше» «Чем сраные надувные куклы 30-летней давности, вот это меня и пугает» «Все становится лучше и лучше, так?» «Вспомните самые первые машины, их глупый клаксон» «Приходилось заводить их самому, люди давили своих друзей» «Сейчас же машину можно завести пультом на расстоянии 50 метров» «Так ведь?» «Помните первые подушки безопасности?» «Они были только у водителя» «Моя семья» «Боже мой» «Боже мой» «Зачем ты спас одного меня» «Постепенно подушки безопасности появились у всех» «Так вот, с секс-роботами будет то же самое» «Понимаете? Они будут становиться все лучше и лучше и лучше» «И эти сраные задроты не будут ведь делать обыкновенных секс-роботов» «Никаких девочек по соседству, никаких обычных девушек, которые бы понравились вашей маме» «С ней будет у тебя хорошо сложилась жизнь» «Она умеет готовить» «В пизду это все» «Они станут делать модели Виктории Сикрет» «Полные копии супермоделей с парижской недели мод» «Вы будете приходить домой, а она будет вас ждать и смеяться над всеми вашими шутками» «Она усядется смотреть с вами матч, приговаривая, разве этот вечер может стать идеальнее» «Конечно может» «Потом встанет и приготовит вам, не знаю, блядь, пудинг или мясной пирог, че вы здесь едите обычно» «И ни одна из находящихся здесь женщин не сможет с ними конкурировать» «Дольше полутора часов, даже на ваш день рождения» «К третьему походу к холодильнику она сломается» «Сам сходи и возьми, я тебе кто? Рабыня что ли? Да пошел ты» «И после одного из таких секс-роботов, вы не сможете вернуться к настоящим женщинам» «Со всеми их надеждами, мечтами, нуждами» «Приходите домой, она такая» «Что происходит? У нас нет связи, нужно сходить на свидание» «А вы будете думать, как же вырубить эту херню?» «Она что, на режиме скандала?» «Почему она не отзасывает мне в данный момент? Я явно зашел в комнату» «Я зашел в комнату, она должна была встать на колени и начать мне сосать, я не понимаю» «Да, ваше эго разрастется до размеров диктатора» «Я приволок сюда свои мужские титьки» «Служи мне! Скажи, что я твой повелитель» «И на этом все, вы не сможете вернуться к настоящим женщинам» «Их никто больше не будет трахать, им станет одиноко» «И придется создать секс-роботов еще и для них, огромных таких, я не знаю, что вам нравятся женщины» «Не стану притворяться каких-нибудь огромных секс-роботов, похожих на Бреда Пита» «С восьми кубиками пресса и рыбакуем аж до пола» «Понимаете?» «Который бы держал вас за руки, пока вы рассказываете истории» «Что вам там нравится?» «Открывал бы вам бутылку вина в полдень» «Где-то же на свете уже пять часов» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха» «Да» «Думаю, они заебут нас вплоть до вымирания вида» «Ведь к тому времени единственными людьми, занимающимися сексом с другими людьми, будут хипстеры и бездомные» «Так ведь?» «Хипстеры любят просто все старое, слушать кассеты, играть по фрисби, одеваться как сапожники» «Вы сами знаете, чем они занимаются» «Но даже бездомный, через каких-нибудь, не знаю, блять, пару лет, сможет достать себе старую, одноногую, выебанную в край робота модель из мусора» «И притащить ее к себе в логово» «И этот робот будет продолжать его подбадривать, будет лежать и говорить, не так уж и плохо ты пахнешь» «Это мой любимый мост» «Да, мы все вымрем, и единственными, кто останется и сможет побороть этих роботов, будет целое поколение отпрысков хипстеров» «Да, и они будут идти на войну иронично» «Они будут одеты как, блять, я не знаю, отрастят бороды времен гражданской войны, разоденутся как фигурки из «Звездных войн» «И их всех нахуй уничтожат» «И как только их останется всего 30 человек, один либеральный робот предложит, давайте сохраним их ради потомства» «И они посадят их в клетку зоопарка» «Сборная солянка из всего, что осталось» «Черные, белые, латиноамериканцы, азиаты, геи, натуралы, трансы, кто попадется, похуй кто» «И они все равно продолжат спорить друг с другом» «А роботы будут смотреть на них снаружи и говорить, обожаю, когда они скрещивают ножки» «Да уж, вот в такой ебаный мир я привел свою дочку, я реально на полном серьезе боюсь их, не знаю, стать отцом, правда, было самой лучшей, самой лучшей вещью, что со мной когда-либо случалось» «Я серьезно, у меня нет шуток про дочку, правда» «Вы аплодируете моей жене, она все для этого сделала» «Да» «А брюхатить женщину проще простого, ты наслаждаешься этим» «Незащищенный секс и бум, ты ее брюхатил, и ей теперь придется с этим всем возиться» «Как бы ни пытались вас вовлечь, это воистину чисто их дело» «Я всегда говорил про жену, пока она была беременна, я говорил, знаете, вот моя жена беременна» «И некоторые мне отвечали, вообще-то надо говорить, мы беременны» «Вот так, правильно будет, мы беременны» «Я отвечал, так-то я не морской конек, так» «Поэтому я, блядь, не беременный» «Вот моя жена беременна, гляньте на нее, прибавила вес и ноги распухли, ей пиздец как паршиво» «Я до сих пор подтягиваюсь, моя беременность проходит обалденно, я все еще пью и курю» «Единственным плохим моментом было то, что пришлось избавиться от собаки» «Да, найти ей новый дом» «И мне пришлось наконец-то признать, что она была бешеная» «Я взял из приюта бешеную собаку» «И да, мне попалась именно такая собака» «Она пыталась убить обоих моих родителей» «Пыталась убить моего тестя» «Укусить моего друга» «Когда ко мне приезжали родственники, друзья и все такое, нам приходилось запирать ее в самой задней комнате на замок» «Первый час она просто бросалась на дверь» «Я разорву вас всех, мать вашу» «Поубиваю вас всех, блядь» «Смотрела под дверь» «Я вижу ваши ступни» «Я знаю, как вы пахнете» «Я найду ваш дом, поймаю ваш след и убью всех вас нахуй» «А мы никак не могли принять это и говорили» «Нет, она просто, ну, немного боится» «Потому что над ней издевались» «Мы нашли для нее дрессировщика и даже он в конце сказал» «Слушайте, у вас одна из тех собак, которых отвергла природа, но приняли люди» «Я такой, господи, не могли мне об этом сказать 10 тысяч долларов назад?» «Понимаете» «Так вот, моя жена, уже на пятом месяце беременности, потом на шестом, на седьмом, на восьмом, все это время надо мной висит грузом эта проблема» «И наконец я сказал жене, надо будет с этим что-то делать» «Я не хотел стать мужиком из новостей» «Ну, знаете, собака любила меня и жену, поэтому я решил, что можно будет разрешить ей спать у люльки» «И каково было мое удивление на следующее утро» «Да, я не хотел стать тем самым мужиком из новостей, у которого собака загрызла ребенка» «Нужно было от нее избавиться» «Мы позвонили дрессировщику, он сказал, хорошо, я заберу, слава Богу, не надо усыплять, ничего такого, слава Богу» «Сказал, что заедет за ней через неделю» «И нам было грустно, потому что мы оба любили эту собаку, всем с сердцем, понимаете» «И меня поразило то, как в течение этой недели моя жена справлялась с горем, в отличие от меня» «Это было очень зрело, она просто приняла это» «У меня же было отрицание, раз я не прощаюсь с ней прямо завтра, то думать пока что об этом не буду» «Я пустил ее на кровать, начал гладить и срываться на всех подряд, без причины, понимаете» «Жена же в тот самый вечер зашла в уборную, начала чистить зубы, и я услышал, как она тихонько плачет» «Богом клянусь, я лежал на кровати и начал на нее злиться» «Я не кричал на нее, все это происходило внутри» «Думал про себя, почему у нее такая правильная эмоция в данный, блять, момент» «Почему она не блокирует свои чувства, так же как и я, понимаете» «Забудь об этой проблеме до дня прощания и начни кричать на случайных людей, делай как я» «Так мы и жили, я все отрицал, а она с каждым вечером плакала все сильнее, всю неделю» «А за день до прощания» «Ага» «Но я не понимал, что она этим плачем принимала то, что должно случиться» «Однако мои эмоции были все еще на линии старта» «Постучали в дверь, она сказала, вот он и пришел, позови собаку» «Я такой, эй, Клео» «Она подняла голову, я увидел, как она виляет хвостом, и внезапно все восемь лет заслуженной любви взбурлили во мне, и я такой, блять, только не сейчас, не сейчас» «Я взял и сдавил это все» «Подошел к ней, как какой-то долбанный телеведущий» «Эй, как ты? Я улыбаюсь абсолютно без причины, да? Сейчас мы прогуляемся» «Я озвучу все, что делаю, чтобы не думать о том, что чувствую» «Я вышел за дверь, передал поводок новому хозяину, погладил по голове, даже не смотря ей в глаза, потому что знал, что не выдержу» «Развернулся и ушел от того, кого любил больше всего на свете в своей жизни в то время, только не говорите жене» «В общем, я захожу домой, она смотрит на меня, зная, что я просто места себе не нахожу» «Ты в порядке? Все хорошо? Хочешь поговорить? Может, поедем-поедим что-нибудь?» «Нет, все хорошо! Иногда нужно просто думать головой, логически, и отключать сердце» «Схожу-ка я в туалет на секундочку» «Я зашел в туалет, закрыл дверь и ровно 0,8 секунды рыдал, как мальчишка, после чего я закрыл эту банку с крышкой, закрутил крышку и поставил банку на полку гнева, которая есть у каждого мужчины в груди» «Да» «И я не мог не думать в тот момент о том, кому же из близких мне людей придется поплатиться за это в будущем» «Где это случится? На встрече с родственниками? В гостинице?» «Да нахуя нам столько полотенец? Боже мой, ты че, блять, больная, что ли?» «Откуда это в тебе? Я не понимаю, откуда это в тебе?» «Народ, вы были великолепны! Большое спасибо за то, что пришли! Мне у вас понравилось! Спасибо, спасибо, спасибо!»